Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова, меня зовут Юлия и в сегодняшнем маленьком влогмассе, который я решила сделать, потому что я помню, я обещала вам его сделать и в итоге как-то так не получилось у меня, ну, понять, как, наверное, это все правильно делается. В общем, сегодня в этом влогмассе я решила поделиться с вами чем-то очень потрясающим. Дело в том, что мне примерно месяц назад попался такой комментарий, что-то вроде, Юля, почему ты не делаешь близкую съемку глаза, когда делаешь макияж? И я сказала, что вот будет черная пятница, тогда я приобрету линзу Sigma 18-35 мм. Так как скоро у нас Рождество, буквально через каких-то пару дней, 4 дня, 25-го числа оно, мой муж решил сделать мне немножко раньше подарок, и он спросил меня, что ты хочешь, ну, а он знал, что я очень хочу давно линзу от Sigma, то есть это линза, которая действительно делает так, что все настолько хорошо приближается, и к тому же она очень хорошо блюрит пространство сзади, и я решила поделиться с вами своей новостью, я получила ее наконец-то. Я так счастлива, потому что я давно не мечтала, ну, вот прям, наверное, с того момента, как я поняла, что я хочу заниматься своим каналом очень серьезно, и вот она пришла. Так как у меня камера Canon M50, то на нее будет очень сложно прицепить такую большую линзу, пришлось покупать еще адаптер. Очень долго ждала, я трекила посылку где, на что, на что. Мне кажется, это будет совершенно другой уровень съемки. Я хочу вам показать, в общем, насколько качество съемки различается при использовании этой линзы. Вот так выглядит коробка, оригинальная, конечно, 18-35 миллиметров. Стоила, кстати говоря, эта линза, ну, я называю ее линзой, вообще-то объектив называется, наверное, 679 долларов, и она еще была со скидкой, то есть это вдвойне круто. Надеюсь, какая-то экономия была, но на самом деле со всеми налогами и сборами получилось 900, как бы, да. В России, конечно, такие объективы, они гораздо-гораздо дороже, но, в общем, это очень хорошее вложение. Это, наверное, самые популярные линзы, которые когда-либо были на ютюбе. О, вау, какая она тяжелая. Просто ничего себе. Она, знаете, как булыжник, я бы сказала так. Вау. Вау, ребят, какая она тяжелая. Я слышала, что сигмовские линзы, они могут быть такими, но какая она красавица. Мне кажется, это очень шикарно выглядит. Ах, уже даже не терпится попробовать, как она вообще в действии. И, получается, тут мы открываем это и объектив сам. Ура. И я так понимаю, что вот эти цифрыки говорят нам о том, вообще куда, что. Мы можем видеть, получается, насколько мы приближаем. Окей. Очень-очень круто. Мне кажется, вот такие подарки самые лучшие подарки, потому что они на всю жизнь получаются. И здесь мы видим AFMF Focus. То есть, я не знаю, что это. Нужно еще будет разбираться, но прикольно. Я просто в шоке. Серьезно. Когда, вот знаете, ты получаешь что-то, о чем ты так давно мечтала. Это такое счастье. Мечты сбываются. И тут еще такая штучка, я не знаю, для чего, может быть она для какого-то эффекта специального. И второе, что я приобрела, это тоже must have. Нужно было приобрести, иначе линза бы не помещалась на камеру. Вот такой агрегат, который позволяет, в общем, прикрепить эту линзу к камере, потому что камера сама, она не очень большая. В общем, да. Давайте, ребят, попробуем это. Да, вот так я выгляжу вместе с моей новой линзой Sigma 1835. Кстати, мне кажется, что это просто потрясающий кадр, как красиво смотрится заблюренная елка на заднем фоне. Мне очень нравится, если честно, я открою вам секрет небольшой. Я до этого сняла видео, ну, так же и говорила на камеру. И оказалось, что потому что моя линза не была включена на настройку автофокус, короче, все это было заблюрено. Я все-таки думаю, что вид вот именно такой гораздо лучше, чем просто вид окна или желези. Я хочу верить, знаете, в то, что эта линза поможет мне стать более профессиональной в свои силы, потому что я всегда, если честно, мечтала очень долгое время, чтобы у меня была вот такая, именно такой объектив. Почему я говорю линза? Чтобы получить то, что я давно хотела, именно заблюренный бэкграунд. Может показаться это очень необычным, но, знаете, если подумать об этом, то, как бы, да, ютюберство это такая профессия, что... Я не говорю, что это профессия, как там врач или кто-то еще, но просто ты понимаешь, что чем больше денег ты вкладываешь иногда вот в то, что ты делаешь, да, тем это гораздо лучше. И подписчикам, но от этого гораздо лучше, потому что ты повышаешь уровень своей съемки так и тебе, потому что ты знаешь, что ты тоже, да, на месте не стоишь и постоянно как-то развиваешься, если можно так сказать. Поэтому, да, давайте перейдем к нашей следующей части моего влога и, пожалуйста, не забудьте написать внизу, что вы думаете о моем новом объективе. Буду очень ждать ваших комментариев, ребят. Ну что, давайте перейдем теперь к следующей части нашего влога. На днях я, наконец-то, получила посылку от Sigma, ждала ее очень и очень долго. И, наконец-то, она пришла, что самое интересное, никакого трекинг номера у меня не было, то есть они просто отправили ее и даже не удосужились прислать какие-то координаты, чтобы я могла понять посылка вообще. Как вы можете видеть, самое первое, что я заказала, это такая варежка специально для того, чтобы мыть кисти. Я люблю мыть кисти, но когда есть вот такая симпатичная варежка, гораздо как-то больше мотивации их мыть. Эта варежка разработана, кстати говоря, самой компанией Sigma. Я не видела таких вот именно у других брендов. И она очень, знаете, такая мягкая прям. Прикольно ощущается. И внутри она как тканевая. Очень приятно руку в нее ссувать. И, в общем, здесь написано, как это все использовать. Очень классно, понятно. И варежка эта не стоила прям, знаете, супер дешево, типа 10 долларов. Нет, она стоила долларов 20-30. И как это работает? Сначала вы моете кисть здесь, туда же написано wash. И потом вы ополаскиваете их на этой стороне кисти. По-моему, очень прикольно. Уже не терпится помыть свои кисти вот таким хорошим способом. Я не забыла про шампунь для кистей. У меня был шампунь от бренда EcoTools. Достаточно долгое время, кстати говоря, он мне прослужил. То есть хватило его на месяца 2-3 мытья кистей. И этот он от Sigma. Sigma, понятное дело, это зарекомендовавший себя бренд. И я поняла, что хочу пробовать их шампунь. А по стоимости он стоил, ну, может быть, в два раза дешевле, чем эта перчатка, варежка сама. И в его основе имеется кокос. Очень красивая упаковка. Сто процентов раз лучше, чем то, что в EcoTools. Какая упаковка у них. Давайте понюхаем его, что ли. Такая помпа прикольная. Очень-очень здорово. Окей, давайте просто, может быть, можно так открыть? Окей, можно. На самом деле он даже, ребят, ничем не пахнет. То есть просто безароматный какой-то шампунь. Мне нравится, когда я чувствую какой-то такой свежий аромат. То есть тогда гораздо больше мотивации мыться, как мне кажется. Почему я сделала, решила сделать заказ в Сигме? Это потому что у них были вообще какие-то глобальные скидки. Что-то вроде 40% на все, все что угодно, все что вы хотите. И я заказала, ну, такой один набор, что ли, серьезно? То есть я думала, что я больше заказала почему-то. Это тот набор, наверное, который я хотела очень долгое время. Но приглядывалась к нему еще даже до Черной Пятницы. И он состоит из шести самых бестселлеров. Их кисточек для растушевки. Как можно видеть, тут кисти на любой вкус и цвет. У меня, по-моему, есть вот именно эта кисть. Вот эта. Она прикольная. Прям вот действительно растушевывает все в очень красивую такую вуаль. Мне очень нравится. Давайте откроем. Я еще ничего не открывала. Специально ждала показать вам это все. Если я не ошибаюсь, такой набор стоит долларов 60, если покупать его без скидок. Одна причина, почему я обожаю кисти от Sigma, это потому что у них на каждой кисти написано, для чего эта кисть предназначена. То есть, да, это кисти из синтетики. Это не настоящий ворс. Но они зарекомендовали себя очень долгое время назад. И, в общем, да, вот так выглядят наши кисти. По-моему, они выглядят достаточно обычно, но на каждой из них можно прочитать или, допустим, окей, вот эта кисть, для чего она. Давайте посмотрим. Они мягкие. Чувствуется, на самом деле, как будто это какой-то настоящий ворс. Так, это у нас кисть для того, чтобы детально растушевать зону, куда мы наносим растушевочный цвет. Камеры на кистях бывают очень сложно фокусироваться. В общем, да, на каждой кисти написано, что это, для чего она. И меня это очень радует, потому что, бывает, купишь какие-нибудь кисти даже от другого бренда. И ты думаешь, а для чего эта кисть вообще, что представляет она из себя, для чего я буду использовать ее. Приходится это все гуглить, терять время. В общем, этого мы не хотим. И вторая кисть, которую я приобрела, помимо набора, это кисть F75 для консилера. Я очень часто использую кисти вот такого типа для того, чтобы подредактировать свои брови. Кстати говоря, очень интересный факт, что на кисть F75 у вас имеется гарантия, по-моему, 2 года. Вот так она выглядит. Очень такая красивая кисть. Ну как красивая? Она необычная, как мне кажется. Такой формы я еще точно не видела. И, по-моему, это будет очень удобно так вот раз, раз делать какие-то маневры, когда вам нужно подредактировать. Или для консилера тоже, мне кажется, она будет идеальным вариантом. Следующая кисть, это была нашла в подарок. На сайте Sigma можно было выбрать либо вот такую кисть, кабуки для того, чтобы делать бейкинг на лице, либо какая-то другая там кисть, по-моему, для того, чтобы редактировать тени. Но я решила, что у меня такой кисти никогда не было. Я бы, наверное, никогда сама ее не купила, поэтому захотелось вот почему-то именно ее взять. И, на самом деле, эта кисть, мне кажется, очень нужна в гардеробе косметическом любой девушке. Очень мягкая, кстати говоря. И, если честно, я почему-то очень долгое время думала, что Sigma это такой бренд, знаете, дорогой. И я очень долгое время думала, что у них кисти из натурального ворса, но оказывается, что нет. И кто-то написал на их сайте, что типа вот, почему у вас кисти из натурального ворса? Они говорят, ну, это вот в целях того, чтобы не было каких-то микробов, которые разводятся на поверхности из натурального ворса. И, в общем, да, это понятно. Ну, и тут написано, что можно приобрести еще на их сайте. Вообще, в принципе, ну, прислали они не очень быстро, и сервис я не могу сказать, что прям супер-супер классный. Вот, не знаю. В общем, да, такой вот у нас был холл небольшой из того, что я заказала, из Sigma. И последнее, что на сегодня я хочу вам, наверное, показать, это ужин. Мы очень часто готовим стейки, иногда. И как сегодня это все красиво смотрится. Идеально, как мне кажется, нарезка. И это Нью-Йоркский стрип. Нью-Йорк стрип. Я даже не знаю, как это по-русски. Я напишу, не знаю, где дать имя. Но, в общем, да. Приятного нам аппетита. Ну, что, ребята, надеюсь, вам понравилось мое маленькое влогмассовское видео. Мне будет очень приятно услышать обратную связь от вас. Надеюсь, это были приятные, проведенные 20 минут со мной. Я, в свою очередь, желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. Ваша Юля. Я прощаюсь. Всем пока.